Предвестники, так называемые предвестники или предикторы, еще другим словом, развития болезни Паркинсона сегодня уже, то есть, говорилось немного, да, то есть, у меня есть и депрессия, и запоры, про которые подробно рассказал, ну, и про пруду, что же Игорь Вячеславович, и нарушение приведения фазы, фазу сна, про это рассказала Юлия Анатольевна, я не буду на этом останавливаться. Я заострю свое внимание на нашем исследовании, которое мы давно и подробно проводим в нашем центре, в городе Красноярске, в центре экстрапирамидной патологии, это снижение обоняния. То есть, вот эти четыре предвестника являются предикторами или до, примерно до основной симптоматики болезни Паркинсона, которые уже говорили, вот эти четыре симптома могут возникнуть у человека. Не обязательно они, их возникновение говорит о том, что человек заболеет, болезнь у Паркинсона, но это сейчас, вот, очень, знаете, сейчас обращают очень большое внимание. Эти симптомы как могут встречаться вместе все, так и по отдельности. Ну, в данном случае я расскажу про они. Были проведены различные статистические исследования в разных центрах. В США был проведен, соответственно, это исследование. Более 90% пациентов с болезнью Паркинсона имели этот симптом, снижение обоняния, и по СМИ, и по СМИ. У нас в стране были проведены два исследования разными центрами, в Москве и в Томске, но, в принципе, показатели похожи. То есть это, как видим, очень большие цифры. Почему обоняние? Почему мы решили сконцентрироваться на обонянии? Ну, в первую очередь, дисфункция обоняния, она выявляется примерно где-то за 5-7 лет до появления первых двигательных нарушений. Среди нейронологических здоровых лиц с выявленным обонянием дефицитом в 10-13% в будущем развивается болезнью Паркинсона. Примерно 80 и даже больше процентов пациентов дисфункции обоняния не знают об этом в симптомии, когда и спрашивают. Они говорят, что все нормально, потому что это субъективно. Когда исследуешь эффективно, с помощью различных тестов, то получается, что не все так хорошо. Снижение обоняния встречается даже чаще, чем тремор покоя. Ну и еще вот данная дифференциальная диагностика, то есть помощь дифференциальной диагностики, исследование обоняния помогает и поможет различить такие заболевания экстрапирамидные, как болезнь Паркинсона и социальный тремор. Почему именно эссенциальный тремор? Потому что это две самые распространенные патологии среди экстрапирамид. И очень часто дифференциальная диагностика этих двух заболеваний затруднительна. То есть как неврологи, так и неврологи общей практики, которые занимаются общим, так и именно экстрапирамидным, там, конечно, меньше, бывает трудно на начальных этапах, ну и даже не в самом начальных, понять, какой в данном случае диагноз. Ну и все-таки снижение обоняния встречается при эссенциальном треморе гораздо реже. То есть цель наша была – обследовать здоровых людей, а также пациентов с болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором. Буквально два слова об эссенциальном треморе, еще одну из снижение патологии. То есть эссенциальный тремор – это гиперкинез, дрожательные гиперкинезы, которые возникают чаще всего. То есть дифференциальная диагностика очень, на самом деле, здесь имеет много особенностей. Но если в общем говорить, то дрожание в обеих руках иногда часто затрагивается голова, то есть дрожание головы. И в данном случае тремор при движении, то есть в частности, когда пациента просим вытянут руки или указательным пальцем попасть к носу, то есть при движении возникает. Эссенциальный тремор встречается в 3-5 раз чаще, чем болезнь Паркинсона в общей популяции, а среди пациентов старше 65 лет еще, то есть чаще до 6,3%. Существует много различных диагностик, как исследования обоняния. То есть их очень много на самом деле. Одна из них – исследование по Бернштейну, но мы его не проводили у нас в центре. То есть это исследование часто проводят лоро-врачи, ну, когда им это нужно, то есть в клинических исследованиях, возможно, в клинических каких-то испытаниях. Второй тест, о котором сегодня упоминала Юлия Анатольевна, мы приобретали и даже тестировали. Тестировали, правда, здоровых пациентов, здоровых людей, но нам он не очень понравился и не показался нам удобным. Почему? В первую очередь, вы видите, что он на английском языке. То есть приходит к вам пациент или даже здоровый человек, ну, не все знают английский язык, что сейчас уже, конечно, редко встречается. И наша задача была, в первую очередь, перевести. Но перевести это мы перевели. Но, то есть вы понимаете, здесь находится, в данном случае, вот эта часть. Здесь нужно произвести скалификацию. То есть карандашом слегка потереть, и появляется запах. Выбирать нужно из этих четырех, и всего таких вопросов сорок. То есть, сами понимаете, сорок вопросов, четыре запаха. Каждый раз проводить вот такую скалификацию на каждом пациенте. А карточки такие, то есть четыре карточки по десять вопросов, всего сорок. И все. То есть нету для каждого пациента отдельных. Соответственно, при каждом последующем тестировании у нас уже запахи воспроизвести становятся все более затруднительно. Очень много было специфических запахов, таких, как, допустим, которые люди не понимали просто, что это такое. Например, лакрица, например, тыквенный пирог, например, запах кожаной одежды. То есть эти запахи действительно были. Кто-то не понимал, что такое запах скипидая. Ну, то есть возникали различные особенности по разным причинам. И что еще интересно, такой момент, что запах апельсин, который здесь был, его меньше всех угадывает. Что, по сути, странно, потому что мы все знаем. Но это показало то, что проблема не в том, как мы воспринимаем запахи, а проблема в том, что в данном случае, при проведении данного пенсильванского исследования, то есть тестирования, апельсин имел немножко, ну, не специфический запах апельсина, все-таки химический, даже больше было непонятно вообще, цитрусовый, это какой-то элемент. Поэтому в данном тестировании мы провели на здоровых, посмотрели, нам он не понравился, и мы, собственно, больше не проводили. Но что, какое тестирование мы проводили в нашем центре, сейчас проводим, и что нас, в принципе, удовлетворило по всем показателям. Это так называемый снифинг-стик тест. То есть он состоит из трех исследований. Первое – это порогов. Здесь представлено 16 триплетов. Триплетов. То есть один триплет, три карандаша. Первый – пороговый. Здесь, значит, один карандаш имеет запах. И два – нет. То есть абсолютно запаха нет. Пациенту, ну, или здоровому человеку нужно определить, в каком из трех вот этих карандашей запах имеется. Причем, несмотря на то, что триплетов есть 16, в данном тестировании, как только человек ошибается, тестирование заканчивается. То есть, и, кстати, до 16-го, примерно, даже до 12-го доходили даже здоровые люди очень редко. То есть этот тест, на самом деле, очень сложно. Самосложный. Второй – это дискриминационный. Здесь представлено тоже 16 триплетов. В данном случае два фломастера здесь имели одинаковый запах и один отличный. Человеку нужно догадаться, какой здесь отличный определение. И здесь проводятся все 16, вне зависимости от того, правильно сказал, определил человек или нет. То есть здесь такого, как в первом тесте, нет. И третий тест, он очень похож на пенсильванский, тем, что здесь представлено 16 карандашей. Человек, опять же, проходит все 16. Он берет один и должен определить, какой запах, собственно, представлен. Карточки и четыре, соответственно, запаха на выбор, а один, который правильный. Понятное дело, что данное исследование требует различных условий, которые нужно соблюдать для положительных результатов. Какие помещения хорошо проведены, то есть желательно, чтобы до и сразу, как только, допустим, одного человека мы протестировали, минут 10-15, проветриваем второй. Желательно не принимать пищу, если пациент курит, то за 45 минут ничего это не делает. Желательно, конечно, не пользоваться парфюмерией, ну как исследователем, ну как исследователем. И, конечно же, в плане критерий исключения мы в нашем исследовании не брали пациентов и не брали здоровых людей, которые имели киталор-патологию. То есть это все было как критерием исключения. В чем нам показались преимущества данного снифин-стикс-теста? То есть неинвазивность. Короткое время проведения исследований. На самом деле, то есть, с пенсильманским тестом было гораздо больше времени и больше проблем. И, в принципе, то есть многократное обследование. Если пенсильванский тест, я уже говорю, то есть калификация каждый раз выветривается, не так уже яркий запах, то в данном случае многократное исследование. Ничего для пациента переводить не нужно. Все, в принципе, понятно. То есть здесь это было преимущество. Какое максимальное количество баллов мог набрать испытываемый? 48. Норма считалась свыше 30, гипосмия 29 и 17, и аносмия это ниже 16 баллов. Для начала мы исследовали только здоровых людей. Мы брали различные группы, то есть это были люди разного возраста, то есть мы их поделили примерно до 40, 41,65 и старше 66 лет. И получили вот интересные результаты, что, во-первых, с возрастом обоняние снижается. Ну, в принципе, это логично. То есть это сейчас уже не секрет, то есть это все так и есть. Что еще? в плане вот по половому признаку у мужчин обоняния, то есть исследуемые мужчины, у них оказалось хуже, чем у женщин. Тоже вот такой интересный момент мы получили. Ну, собственно говоря, да, еще раз то, что я сказал, то есть у женщин лучшие результаты с возрастом уровень обоняния у здоровых людей снижался. Значит, такая необычная схема, я вам сейчас ее объясню. То есть в данном случае мы провели дифференциальную диагностику уже пациентов с болезнью Паркинсона, мы их протестируем, и здоровых людей. И с помощью вот такого метода, упругих карт он называется, мы их пластеризовали. То есть один кластер получился, красный, это пациенты с болезнью Паркинсона. Здоровым цветом, голубым цветом, это здоровые. И у нас в данной методике получился результат. То есть мы видим хорошо кластер пациентов с болезнью Паркинсона, у которых было снижено обоняние, и здоровые. Те здоровые люди, которые попали в группу пациентов с болезнью Паркинсона, мы взяли на карандаш для дальнейшей диагностики, для дальнейшего исследования, потому что они попали в фактор риска, так как у них снижено обоняние, но у них диагноза еще этого нет. Когда мы проявили подобную методику на пациента с эссенциальным тремором, здесь картины не получилось. То есть как здоровые пациенты, так и пациенты с эссенциальным тремором, то есть здесь кластеров нет, то есть здесь все разбросы. Что еще раз говорит, что снижение обоняния в принципе для пациентов с эссенциальным тремором не характерно. Цифра. Даже в душе здесь покажу. Пациенты с болезнью Паркинсона по результатам тестирования. 14 человек, у них просто была анасельная, то есть полная потеря обоняния. 30 человек с болезнью Паркинсона по результатам теста, то есть имели гипосмин. И лишь один человек, один человек набрал 30 баллов, что является минимальным порогом норы. То есть, как вы видите, это еще раз доказывает, что снижение обоняния действительно имеет место быть при болезни Паркинсона. При эссенциальном треморе получили цифры, что анасмея 2 человек, гипосминяя 31, и норма 7 человек. Ну и среди здоровых, как вы видите, анасмея только 3, гипосминяя 32, и норма 20 дней. Какие выводы можно сделать? Значит, во-первых, это то, что сравнивая здоровых людей и пациентов с болезнью Паркинсона, мы видим действительно различие, различие большое. А среди, если различать, допустим, к эссенциальным треморам и болезнь Паркинсона, мы также видим различие акции. Что еще? Еще то, что, конечно, может возникнуть вопрос, а почему так много людей с анасмеей, гипосмией, ну сейчас с гипосмией, встретилась у пациентов с анасминей, социальным тремором, и у здоровых. Ну, что касается здоровых лиц, то есть у тех, у кого анасмея, и гипосмия, мы их взяли для дальнейшего наблюдения, то есть как, в любом случае, несмотря на то, что они утверждали, что у них нет никаких заболеваний, все равно углублено лор-обследование, и дальше будем с ними наблюдать, проводить дальнейшее исследование, то есть как у них разовьется ситуация. Что касается эссенциального тремора и пациентов с эссенциальным тремором. Ну, здесь есть два момента, что, во-первых, иногда бывает такое, что диагноз эссенциальный тремор и болезнь пропинансона ставятся вместе. Это редко бывает, но случается. То есть, а раз есть и диагноз и тот, и другой, значит, есть и снижение абонента. У пациентов, у которых был только диагноз эссенциальный тремор, ну, мы опять же взяли тоже для дальнейшего наблюдения, потому что, ну, здесь я не утверждаю это, но есть такая теория, что некоторые пациенты с эссенциальным тремором, у них в дальнейшем может развиться болезнь пропинансона. То есть, ну, я лично таких пациентов не встречал, но о такой теории слышу. Что еще интересно? Что касается конкретно запахов, то третье мы то есть. Ну, вот пациенты с болезнью пропинансона хуже всех угадывали запах лимона и яблока и лучше всех рыбок. Ну, тут почему не спрашивают, может быть, специфический запах, тут любой поймет, как рыба и пахнет. Что касается пациентов с эссенциальным тремором, опять же, хуже лимон, лучше всех они угадывали чеснок, и среди здоровых хуже всех, опять же, лимон и лаприца, лучше чеснок. Но чеснок тоже имеет специфический запах, я думаю, это неудивительно. То, что касается почему лимон во всех трех тестах, ну, возможно, опять же, не специфичен. Люди просто не ассоциируют данный запах с запахом лимона, как таковым. Что касается латрицы, ну, запах специфический, многие вообще не понимают, что это такое, спрашивают, мы говорим, что, ну, этот корень солодки, как лекарство от кашля. Вот, сейчас, конечно, уже его добавляют в жвачку, различные другие продукты, но многие люди не знают, что такое такое, если это тоже нужно учитывать. То есть, в итоге можно сделать вывод, что снижение обоняния вполне, то есть, вправе можно назвать немоторным симптомом болезни партенционной, который имеет место быть, который, в принципе, то есть, нужно также учитывать, обследовать, и это очень поможет в дифференциальной диагностике как и болезни партенционного дистанциального дремора, так и в диагностике среди здоровых лиц для дальнейшего понимания, то есть, ситуация разобьется не в гелеме. Спасибо.